Морковь и укроп При подзимнем посеве расход семян нужно увеличить, взойти могут не все, вероятен выпад. Сею сухими семенами и грядки не поливаю. Что же еще можно посеять под зиму? Петрушку, салат, горчицу листовую, крест-салат, семена лука, кориандр, сельдерей на зелень, а еще редис и свеклу. Но вот последние две культуры у меня при подзимнем посеве весной стрелкуются. Возможно, надо просто сменить сорта. Посевы мульчирую незамерзшей, заранее подготовленной землей или песком. В начале линии посева ставлю ориентир, чтобы знать, где ждать всходов. Особенно, если бороздки засыпаны землей и посадок не найти. Сеять можно и по снегу сухими семенами в разброс. Минус этого метода в том, что весной на грядке может оказаться где густо, где пусто. Чаще всего так осенью сеют однолетние холодостойкие цветы. Астру, алису, бархатцы, гадецу и лаватеру. Хочу добавить, что и петрушка под зимним посевом на грядке не очень меня радует. Всходит она весной долго, растет медленно, кустики маленькие вырастают. Апрельский посев быстро ее догоняет и перегоняет. Ну а в этом году я решила еще немного поэкспериментировать. Накупила разных семян по одному рублю. Редиска, посеянная из них в конце июля, выросла быстрее, чем весной. Видимо, земля теплая и удачное время. А вот эту я посеяла в начале сентября. Решила, что за месяц с небольшим она уж точно вырастет. Лето у нас было холодное и дождливое. Осень такая же. От заморозков пришлось укрыть ее двойным слоем пленки. Ну вот и результат. Уже начало декабря редиска точно как месяц назад. Нину нет пру. Вот такие редисины. Сейчас все соберу и пойдет на витамины уткам. В парнике в начале середины ноября я также посеяла редиску. А еще укроп, петрушку и кинзу. Работает греющая лента, тепловентилятор и сверху лутросил 40 в два слоя на дуги. Однако я не учла, что у нас летом белые ночи, а вот к зиме практически круглосуточно черная ночь. Светлеет около 8-15 утра, а начинает темнеть уже в полчетвертого дня. Света не хватает, растения вытянулись, но правда все взошли. Один салат зеленый и большой, но он пересажен в сентябре с грядки в парник. В общем, вывод такой. Облом. Осенью у нас света мало. Все вытягивается, посев только на микрозелень. Кстати, вкус настоящей кинзы и других трав чувствуется отлично. Но есть и положительный момент. Бархан справляется с ночными заморозками до минус 6-8. Посмотрите, на почвенном градуснике плюс 12. Так что, думаю, в конце зимы, как день прибавится, можно вполне начинать посевы. Ну а это уже не эксперимент, а ежегодная практика. Деленки растений рассажены по стаканчикам и горшочкам и вкопаны в августе-сентябре на зимовку в грядку. Немного подсыплю земли и укрыть края горшков, а то дождями смыло. И на следующий год будут они подарены, либо использованы в посадках. Делитесь своими экспериментами. Что-то из личного опыта всегда пригодится другим. До свидания, друзья, и до встречи.